С окончанием театрального сезона культурная жизнь в уральской столице не заканчивается. И судя по музыкальным фестивалям, которые параллельно проходят в нашем городе, она только начинает закручиваться, закипать и затанцовываться. Об этом и о многом другом мы сейчас поговорим с министром культуры Свердловской области Светланой Чайкиной. Здравствуйте, доброе утро, спасибо, что посетили. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот действительно, два фестиваля больших, музыкальных, объемных, проходят прямо сейчас. И сегодня ночь музыки, мы к этому готовимся. Как вы оцениваете, вот именно для города, какое влияние вот такие фестивали? Это же сложно, грязно потом убирать, ну там что-то вот люди ходили. Это дорого. Это дорого. Это организационно так многодельно все. Но вы понимаете, это сегодня такая мягкая культурная политика, которая способствует продвижению имиджа города, региона, привлекательности его. Я вам хочу сказать, что вот вчера открытие фестиваля «Безумные дни», которое происходило в парке Вайнера, 1600 слушателей. А еще, кроме этого, ну я не знаю, ну добрые, наверное, сотни, а то и две те слушатели, которые были за периметром забора, и которые время от времени покрикивали, помахивали, привлекая к себе внимание хедлайнеры фестиваля Бориса Березовского. На столбах. Да, да, да. И в домах наверняка где-то. Вы понимаете, что интересно? Вот сейчас у нас проходит стратегическая сессия социокультурная президентского фонда культурных инициатив. К нам приехали 9 человек, команда президентского фонда культурных инициатив. Поскольку Свердловская область является третьим регионом по количеству поданных заявок, лидером по количеству полученных средств. А эти все деньги идут в развитие сферы культуры. Так вот, они приехали, должны были уехать вчера, но они остались до субботы, поскольку они не ожидали, что настолько все, хотя мы им и говорили, что вот зря вы берете билеты. Ой, зря! Так вот, чтобы пристроить 9 человек этого фонда, неимоверное усилие, поскольку нет билетов, нет билетов. Имею в гостинице. Александр Николаевич говорит, ставим стулья, мы не можем отказать дорогим гостям. Так вот, дорогие гости, вчера под сильнейшее впечатление. Потому что публика, которая была на концерте, юные, среднего возраста и золотого возраста слушатели, то, как они внимали, концерт в трех отделениях, в трех частях, имейте в виду. И когда ни одного хлопка в эти части... Телефона не было, надеемся? Не было, телефона! И как провожали, и как Березовский не смог уйти, и еще сыграл одну пьесу для слушателей. Ну, в общем, восторг. А сегодня ночь музыки. Друзья мои, ну вы правы абсолютно, что, конечно, это такие фестивали, которые продвигают. Но в воскресенье открывается, первый день проводит фестиваль в городе Каменск-Уральске. Этот театральный фестиваль посвящен 100-летию Каменск-Уральского театра драма номер три. И были сомнения, конечно, почему вдруг среди лета, ну это так как не делается обычно, это позднее. Вроде театральный сезон, да, закончен. Они говорят, так 100 лет театру, день города, мы хотим красиво презентовать. И, в общем, я поеду в воскресенье к ним на открытие фестиваля. И удивительная программа собралась. И здорово, интересно, конечно. Поэтому прекрасно. Я уж не буду рассказывать о тех фестивалях, которые были в июне. Золотые маски и прочее. А вот почему? Золотая маска, да. И поговорим. Четыре. Четыре раза на премии Золотая маска прозвучал Екатеринбург, а конкретно Урал балет. Урал опера балет, да. Но отмечены, были вы правы, абсолютно балетные спектакли. И замечательно. Я очень рада за артистов театра. Допустим, Александр Меркушев, который несколько раз был номинирован на Золотую маску. И, наконец-то, он ее получил. Вот как раз я вижу картинку, где ребята замечательно с масками стоят. И я очень рада, поскольку у него был период, когда преследовали травму. И то, что он смог сделать. И то, что Слава Самодуров, его, это уже там, я не знаю, которая из масок. Конечно, сегодня планка, которую задал театр, она необычайно высока. Не случайно гости, приезжающие в город Екатеринбург, сегодня разговариваем с директором театра о 9 декабря. И просьбе от иностранных гостей, которые приедут в это время в наш город, чтобы поставили Лебединое озеро в этот день, чтобы они смогли, 80 человек, наших друзей из солнечного Китая. И мы готовим либретто для них на китайском языке. Все для того, чтобы они уехали с впечатлением не только от видов красивого города, но и от того состояния сферы культуры. Вот заранее знаем, и можно хорошо и грамотно подготовиться. Ну, маски, это, ну, такая гордость, но хочется же, чтобы эту гордость разделили с нами и другие города, регионы. Какие запланированы вообще перемещения гастролей наших театров, наших коллективов дальше? Да, у нас Академический театр музыкальной комедии, город Нижний Тагил. У нас в рамках федерального проекта большие гастроли, обменные гастроли, драма наша академическая по городам и весям. Кроме того, мне очень радостно, что, опять же, Академический театр музыкальной комедии получил грант президентского фонда культурных инициатив и в рамках 90-летия Свердловской области на площадке Академического театра музыкальной комедии с 20 сентября можно будет увидеть в течение 10 дней лучшие спектакли профессиональных театров Свердловской области. Их у нас 40. И это посвящается 90-летию области и посвящается 150-летию Союза театральных деятелей, которые мы будем отмечать в следующем году. И не то, что Муском у нас едет в Беларусь, у нас гастрольные поездки в Москву, Тюз у нас едет, он только вот вернулся из Хабаровска, он едет в Южно-Сахалинск. То есть прекрасная возможность продемонстрировать возможности театров наших. Ну а кроме этого, еще ведь это такое испытание такое для театров, поскольку театр привык к своему зрителю. Свой зритель привык к своим актерам, и они приходят, допустим, на того, на иного, на драматурга, на режиссера. А здесь, приехав в другой город, в горе-герой, придется завоевывать. Завоевывать, ну мы не боимся, нам это здорово, интересно и нравится. Абсолютно согласен, это отличный вызов и держит в тонусе всех. Тонусе, совершенно верно. Ну, хочется как-то заглянуть еще в будущее, то есть мы уже поговорили про то, чем мы особенно гордимся и что сегодня стартует. Какие проекты и можно ли о них говорить в ближайшем будущем, будут стартовать выставки. Ярмарки, выставки. Безусловно, выставки. Мы готовим инопром, мы готовим большой праздник Невьянской башни, потому что Невьянская башня у нас лидер по посещениям. Это Невьянский историко-краеведческий музей и Невьянская наклонная башня, сестра Кизанской башни. Можно сказать, и так отрадно, что мы получили финансирование на ремонт этой замечательной башни и прилегающие территории. Да, и нашим туристам будет еще комфортнее. Синячиха приглашает на Яблочный Спас, и там красиво очень вместе, потому что это жемчужина, вообще, я считаю, нашего региона. Хорошо, это все вот известные локации, известные города. А есть ли еще те города, которые вот-вот-вот будут осваиваться, либо подниматься? А я вам хочу сказать, да, можем. Сосердь, пожалуйста. Арамиль, пожалуйста. Вот, так. Нижний Тагил. И Тагил, который устраивает на площадях Старого Демьевского завода, и различные выставки художников, и светоизоляции, и прочее, прочее происходит. То есть, понимаете, когда учреждение культуры, а это все театры, концертные организации, интересно, то интересно и тем людям, которые попадают в зону ответственности, в поле влияния этого коллектива. Спасибо вам огромное за вашу работу. Мы понимаем, что в течение нашего эфира не уложить даже верхушку айсберга того, что происходит. Спасибо огромное, что сделаете действительно наш город столицей культуры. Кто прям что-нибудь говорил. Привлекательным, да, для посещения. Да, друзья мои, приходите, ждем с недерпением учреждения культуры на праздниках. Да мы обычно проводим такие. И возможно, когда-нибудь в акватории городского пруда состоятся соревнования, он очень хочет явно увидеть. А мы на лодочках катались. А тут морской бой надо. Все. В общем, мы закинули. Насчет морской бой это не совсем как бы к министерству культуры. Ну, я сделала все, что могла, я закинула эту мысль. Спасибо тебе, все заглянуло. А дальше, как она прорастет в министерстве культуры, там уже посмотрим. Да, вот и фестиваль-то мы ведь проводили. Вот, а что мы есть? Вот и движение. Где министерство культуры и где мотоциклы. Ну, там до яхт недалеко, я тебе говорю, все нормально. Зердон зародили. Да, у нас в гостях была министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Огромное спасибо, что пришла. Спасибо, спасибо большое.